Приятно, что такие, такого уровня люди делятся опытом, в общем, слушайте каждое слово, у них будет много смысла. Дима, спасибо большое за представление. Доброе утро еще раз. Я хотел вначале спросить, а здесь все предприниматели? Кто предприниматель? Поднимите руку, пожалуйста. То есть просто, 100% предпринимателей. Давайте будем знакомиться. Я сооснователь компании HOF, бизнес, который мы построили с нуля вместе с моим партнером Александром Зайонцем. Также, наверное, нужно еще сказать, что на сегодня HOF это 90% моего времени, моих ресурсов, но также я занимаюсь, помимо этого, еще достаточно интересными вещами. Например, я акционер и председатель наблюдательного совета Совкомбанка, который на сегодня является третьим частным банком в России и вошел в десятку крупнейших российских банков. Также я член наблюдательного совета X5 Retail Group, в которую входят такие известные розничные бренды, как Пятерочка, Перекресток и Карусель. Важно, что, скажем так, мой основной фокус, он, естественно, на мой основной бизнес, но при этом участие в других бизнесах так или иначе помогает мне видеть шире поляну, расширяет мой кругозор. Ну, очень важно нам откуда-то энергию черпать, поэтому я активно проповедую образ жизни, я занимаюсь спортом. Могу сказать, что лучше всего вообще самая хорошая идея приходит, когда ты катаешься на сноуборде, вот так вот честно, мое личное восприятие. Я сам физик-исследователь по образованию, закончил Московский физико-технический институт, но в то время, к сожалению, не было в стране потребности в молодых ученых, была потребность в молодых менеджерах, бизнесменах, но потом я всегда думал про бизнес-образование и закончил в Сколково. Я учился в одной из первых групп, очень, в принципе, доволен и также имел опыт заграничных бизнес-школ, брал постоянно какие-то модули, как правило, тоже в лучших западных школах мира. Могу сказать, что вот с точки зрения временных инвестиций в образование, это важнейшая тема, и то, что здесь вы все развиваете онлайн-образование, мне кажется, это очень важно, потому что лучшие инвестиции, которые вы делаете, это инвестиции в себя. Если вас заинтересовала индустрия онлайн-школ, чтобы продавать свои знания и знания своего эксперта, и вы хотите узнать, как это сделать, получите пошаговый план и список актуальных ниш в этом году, записывайтесь на бесплатный мастер-класс «Как создать свою онлайн-школу, продюсировать себя или своего эксперта». Ссылка в описании под этим видео. Кликайте, переходите, регистрируйтесь. Начинал я как помощник менеджера в компании Samsung Electronics и проработал там 6 лет, достиг, в принципе, максимальной, наверное, карьеры, сделал того, что российский менеджер может добиться в корейской компании, потом я оказался в компании NVIDIA, там я уже был одним из миноритарных акционеров. Высшей некой точки развития был 2007 год, когда компания NVIDIA сделала IPO на российском рынке, это было первое IPO нон-фуд ритейлера российского, мы получили оценку 1,2 млрд долларов, это было буквально за несколько месяцев перед кризисом. Вы помните, в 2008 году летом уже был кризис, где-то за полгода до кризиса мы успели. И тогда я принял для себя решение, я продал все свои акции и решил, что я хочу построить уже свой бизнес, стать основателем компании и попытаться что-то большое построить и создать с нуля. Мало кто знает, что мы начинали по франчайзингу. И первые два года мы работали в партнерстве, была такая австрийская компания KIKO. И эта компания в то время предлагала франшизу, мы там долго анализировали, какой нам интересен рынок, мы увидели, что, конечно, мебель и товары для дома, это огромный неконсолидированный рынок. Взяли франшизу этой компании и открыли первый магазин в апреле 2009 года. Ну, рынок мебели тогда упал на 40%, была сильнейшая девальвация. Нам все крутили пальцем у виска, говорили, что мы сумасшедшие, что вообще в такое время мы делаем какой-то бизнес, начинаем большие инвестиции, стартапы и так далее. И мы когда открыли магазин, мы делали большую пресс-конференцию, позвал всех журналистов, приехала, наверное, треть, потому что многие сразу говорили, ребята, у вас ничего не получится, мы вас не верим и так далее. А те журналисты, которые приехали, они написали, будем так говорить, очень сдержанные, сдержанные очень комментарии по поводу нашего выхода на рынок. В нас никто не верил, никто, кроме нас самих и той команды, которая первое это время была рядом с нами. Мы проработали два года с нашими партнерами и мы поняли, что все-таки эта модель франчайзинга не работает. И было очень много, скажем так, моментов, вы здесь видите на слайде, почему это не сработало, начиная с того, что разные потребители, разные бизнес-процессы. Но, наверное, самый важный – это пятый пункт, потому что просто оказалось, что у нас принципиально разные корпоративные культуры. Мы быстро динамичная компания, мы вышли из электроники, мы знаем, что время – это основная валюта, что нужно быстро принимать решения, мы привыкли к турбулентности. А на той стороне были компании, рулили, скажем так, юристы, финансисты, они не очень понимали, что такое интернет, что такое цифровая трансформация. И это тот случай, когда ваш партнер делает вас более, ну, скажем так, не помогает вам, а наоборот замедляет принятие ваших решений. Проработав два года, приняли в начале 2011 года решение построить свой бренд и придумали вот то, что вы видите, бренд Хофф. Вот иногда в бизнесе какая-то должна быть, знаете, какие-то знаки. Я вот не суверенный человек, но когда какие-то знаки хорошие, я в них тоже начинаю верить. И у нас тоже произошел интересный случай. Мы увидели, что название свободно, то есть мы могли подать спокойно на регистрацию торговой марки, название было никем не занято, но сайт был занят какими-то киберсквотерами. И так получилось, мы думали, ну, окей, там все равно мы приняли решение, что мы будем этот бренд уже, именно этот бренд делать. Решили, что окей, потом как-то будем с ними договариваться. И вдруг сайт появляется на следующий день, после того, как мы приняли решение, по какому-то невероятному стечению позитивных обстоятельств, этот появляется бренд, сайт появляется в свободной продаже, стоит 20 тысяч рублей на сайте аукционов. И вот я прям дал карточку, наш IT-директор пошел, за 40 тысяч рублей купил этот сайт. Ну и вот, в принципе, в прошлом году у нас было на нем 40 миллионов посетителей на этом сайте. Как хофф вообще выглядит сейчас? Это достаточно, наверное, большой уже, можно сказать, бизнес. Хотя мне кажется, что мы все еще такой вот стартап, но время быстро летит. И в этом году мы достигнем обороту 34 миллиарда. Мы сильно отстаем еще от IKEA, у них оборот порядка 100 миллиардов, чтобы так вот было понятно. Но мы их очень сильно опережаем по темпам роста. И мы их опережаем в онлайне. То есть если мы в России после IKEA номер 2 игрок, то в онлайне мы номер 1. В этом году у нас будет объем порядка 5 миллиардов. В прошлом году, когда уже было понятно, что мы стали действительно большой компанией, я рекомендую вам, если тоже кто-то в кого-то не верил, так сделать. Я вышел в чистое поле, одел такую майку хофф и записал видео. Выложил его и поблагодарил того журналиста или журналистка, которая там написала про нас статью. Потому что действительно, у нас это здорово тогда замотивировало. Нам не хотелось, чтобы действительно эта история как-то не получилась. Если вас интересуют онлайн-школы, но много вопросов и сомнений, у Акселератора есть бесплатная 30-минутная консультация с экспертом, который готов ответить на все ваши вопросы, разобраться с нишей, который поможет найти эксперта и расскажет, как с ним договориться. Он расскажет вам о тех шагах, которые вам нужно совершить, чтобы у вас появилась своя онлайн-школа. Регистрируйтесь по ссылке под этим видео. Какую я хотел поделиться таким некоторым инсайтом, который наверняка многим из вас пригодится. Вот эта картинка, наверное, многим знакома, когда мы карабкаемся по лестнице, изо всех сил тратим там кучу усилий, а лестница просто стоит не в том месте. Вот, и здесь вот в бизнес-школах, я переведу, что здесь написано с английского языка, в бизнес-школах обычно так говорят, fail fast или еще лучше fail cheap. То есть если вам суждено терпеть неудачу, делайте это быстро и желательно дешево. Здесь очень важно, если вы чувствуете, что вот что-то идет не так, надо тоже иметь мужество вовремя признаться, что это не получается, или трансформировать бизнес-модель, или закрыть бизнес, тогда у вас останется самое главное. Ваши ресурсы, ваше время, вы сможете сделать еще что-то, ну или там потратьте не все деньги, то есть у вас останется возможность попробовать себя еще в чем-то другом. Вот в 2014 году у нас был оборот 11 миллиардов, то есть мы фактически за три последних года смогли наш оборот утроить, и здесь уже вопрос даже не в процентном росте, вопрос в абсолютной сумме, которой мы прирастаем. Например, в прошлом году у нас был оборот 27 миллиардов, а там 26 с чем-то, да, 27, вот, а в позапрошлом 18, то есть мы приросли там практически на 9 миллиардов за один год, но это считаете, как построить такую, в принципе, среднюю розничную сеть за один год. То есть основные как бы проблемы масштабирования, вот они не в первом вот этом, да, они не в первых отрезках, там как раз все достаточно легко, достаточно просто, а как раз такое реальное масштабирование, оно вот начинается дальше, и вопрос уже не в процентах, а в абсолютных суммах, которыми вы ежегодно прирастаете. Кстати, кто-то, если не видел нашим гипермаркетам, так они выглядят, да, чем-то по размерам, наверное, действительно на ИКИУ похоже. Теперь про масштабирование. Вот это я уже специально делал несколько слайдов, скажем так, готовился к этому выступлению, чтобы вам было интересно. Я хочу что показать на этом примере, что вообще вот вся идея масштабирования, она может носить, ну, несколько, несколько таких, да, вот целей. Но первое, это когда у вас просто растет капитализация, вы там, не знаю, вот Uber, он там сжигает огромное количество денег, но при этом у него капитализация растет, то есть они в той индустрии, в которую очень верят инвесторы, и они готовы терпеть какие-то убытки, возможно, у них в голове там какое-то светлое будущее. Но на самом деле у них все-таки есть тоже понимание того, что они будут зарабатывать, потому что у них есть, например, Калифорния, где они зарабатывают, и они показывают, вот Калифорния, мы там зарабатываем, вот какие-то страны мы не зарабатываем, но пройдет какое-то время, мы везде будем зарабатывать. То есть, в принципе, это вера в какую-то прибыль, она и определяет их необходимость масштабироваться. Но если брать наш реальный бизнес, в котором у нас нет такого забега, когда ваш бизнес там заливают, да, миллиарды долларов, то, конечно, единственная идея масштабировать, это для того, чтобы компания стала более эффективной. И в бизнесе это называется economy of scale, просто элементарная экономия на масштабе. То есть имеет смысл масштабироваться, масштабироваться, тогда, когда масштабируясь, вы можете получить экономию на масштабе. В любом бизнесе, когда вы растете, вы должны снижать стоимость своих услуг. Речь идет не только про розничный бизнес, про любой бизнес. И у вас должна увеличиваться маржинальность. Это первое. Второе, если вот на ту сторону посмотреть, это ваши расходы. Здесь в процентах я так, ну, примерно показал, как бы я видел, насколько можно сократить эти расходы при масштабировании. Ну, вот аренда, казалось бы, почему? Потому что, когда мы первое время арендовали магазины, ну, бренд был малоизвестный. И глазами девелоперов, ну, мы окей там. То есть, в принципе, им было неважно. Они были готовы, может быть, вместо нас еще кого-то посадить. А на сегодня они понимают, что это хороший бренд, что это якорь, куда приходят покупатели, которые генерят целевой трафик. Могу сказать, что у нас есть пример сейчас вот из-за этой кризисной сложной ситуации, которая началась в 2014 году. У нас есть, мы арендуем некоторые магазины, мы платим ноль аренды. Но польза этому торговому центру от нас есть. Потому что, когда мы там есть, мы генерируем там трафик, допустим, миллион человек в год. И этот миллион человек, он что-то покупает в других магазинах, есть возможность поднимать, соответственно, цены, поднимать арендные ставки другим арендаторам. Маркетинг. Но это тоже элементарно. Например, мы даем рекламу в Москве. Вначале у нас было 5 магазинов, сейчас у нас 10 гипермаркетов в Москве. Соответственно, мы даем и тратим те же самые деньги на телевизионную рекламу, но при этом в процентном отношении доля этих затрат снижается в два раза. Теперь немножко на примере нашей компании. Я расскажу вообще про наши основные стратегические векторы, и по сути все они помогают нам в масштабировании, все они поддерживают, ну основные из них поддерживают эту идею. Значит, это омниканальность, мультиформатность, инновационность, уникальные продукты, сервисы и персонализация. Немножко подробнее о каждом из этих. Ну омниканальность, что мы под этим подразумеваем? Это такой термин, он уже существует давно. Это когда компания предлагает во всех каналах продаж, например, у нас три основных канала продаж, это магазины, наш сайт и приложение. И вне зависимости от того, в каком из этих каналов наш клиент совершает покупку, он получает единый уровень сервиса, ассортимента, цены и так далее. То есть в принципе ему все равно, в каком канале совершать покупку. Это очень важно, потому что многие ритейлеры по-прежнему там они думают, нет, это вот в онлайне одно, в оффлайне другое и так далее. Сейчас могу сказать, клиент покупает везде. Нет какой-то разницы, не должно быть между каналами продаж. Очень важный вопрос, следующий для масштабирования, это мультиформатность. Мы начинали с формата гипермаркетов в 10 тысяч метров, но потом мы стали понимать, что, я не знаю, если кто-то в Москву там хорошо знает, есть торговые центры, в которых мы хотим туда попасть, но там нет свободных площадей 10 тысяч квадратных метров или там будет безумная аренда, но там есть много наших потенциальных покупателей. Или есть небольшие города, в которые мы тоже хотели бы выйти, там есть рынок, но недостаточный для магазина формата 10 тысяч метров, потому что у нас магазин должен продавать там ну минимум миллиард в год. И тогда мы разработали два формата, более там упрощенных. Один это магазин фактически товаров для дома, хофф-хоум, и второй формат это магазин хофф-мини. Клиенты знакомятся с нашими магазинами, может быть, покупают, делают первые покупки товаров для дома, а потом уже приходят в наши большие гипермаркеты, где есть и мебель и товары для дома. То есть как бы маленькие магазины, можно так сказать, присылают покупателей в большие магазины. Теперь очень важно, ребята, это вообще про изменение культуры потребления. На вашем примере видно, что те бизнесы, которые меняют культуру потребления или находятся в фарватере изменения культуры потребления, они просто обречены на то, чтобы быть успешными. Например, сейчас очень активно развивается VR. И есть много индустрий, которых VR кардинально в ближайшее время изменит. Сейчас уже покупая недвижимость, вы можете посмотреть полностью обстановку вашей квартиры, как она выглядит, хотя дом еще не начали строить, хотя дом на фундаменте стоит. И с точки зрения инвестиций, с точки зрения того, как технологии будут влиять на мебель и товары для дома, то же самое. То есть представьте, вы можете, не знаю, одеть очки, мы вам покажем в вашем бюджете, в выборе вашего стиля, в выборе вашей планировки, вам просто представить, не знаю, 20 различных вариантов. Вы их все сможете вот как бы в виртуальной реальности через специальные технологии посмотреть. Это уже очень близко, это уже все скоро будет. Паркризис хотел поговорить, 2014 год. Мы вообще привыкли к турбулентности в России. Я разговаривал с западными коллегами, когда я им объясняю, что знаете, мы вот уже за 10 лет два раза прошли там девальвацию, когда рубль там стоил 30, а потом стал стоить 80, например. И у нас была там значительная доля импортных товаров. То есть все-таки мы привыкли к этому. У нас вот уже в крови вот это вот быстро что-то перестраиваться, делать. Этим, мне кажется, российские предприниматели в первую очередь отличаются от многих, скажем так, европейских коллег, в особенности, если не брать там какие-то хай-тек индустрии, относительно обычной индустрии. И что я хотел показать на этом слайде. Сейчас вот опять какая-то турбулентность. Не дай бог, завтра опять курс там куда-то уйдет. Самое важное это не потерять клиентов. То есть этих клиентов любой ценой удержать, потому что все равно все циклично. И когда вот экономика там, да, улучшится, вот этот цикл вниз пройдет, начнется подъем вверх, вот эти клиенты, они как пружины распрямятся. Они будут покупать, ну, несравненно больше. Это вот именно то, что произошло с нами. Это то, благодаря чему мы за последние три года выросли в три раза. Потому что просто мы удержали уровень цен 2014 года в отличие от наших основных конкурентов. Очень важно. Персонализация. Ну, вот опять к вопросу о масштабировании. Может так оказаться, что вопрос не в том, что вам нужно открывать больше магазинов, или там, не знаю, какие-то выпускать новые продукты, а просто, что часть, какой-то сегмент клиентов просто о вас не знают, просто у вас не покупают, или у вас нет продукта для этого сегмента. Поэтому очень важно анализировать, вот именно делать такой сегментный анализ. Я тоже хочу сказать, что я вот считаю, действительно у компаний мало возможностей сделать что-то вот самостоятельно, если они не строят какую-то экосистему или сами не становятся частью экосистемы. То есть если вот сегодня, например, HOF это гипермаркеты мебели товаров для дома, завтра это может быть экосистема по обустройству дома, в которой уже появляются такие вертикали, как дизайн, ремонт, про конкуренцию с глобальными игроками. Ну, вот здесь про IKEA говорили. Я вот на примере времени, на примере того, что быстро. У IKEA ввод новых продуктов, по моим данным неподтвержденным, занимает минимум два года. Ну, вот сама процедура. Мы можем любой продукт разработать за 3, максимум 6 месяцев, в зависимости от того, российский поставщик или импортный, и вывести его на российский рынок, то есть вот 3-6 месяцев. Мы считаем это очень серьезное, наше конкурентное преимущество, потому что мы можем быстро реагировать на какие-то изменения в потреблении. Поэтому здесь очень важно, нужно уметь это все как бы, должна быть такая культура, которая позволяет очень быстро проводить любые изменения. Это пуфик. Мы их продаем, наверное, может быть, 500 тысяч штук уже продали. Он действительно адаптирован к российскому рынку. Кто-то подскажет, вот что здесь. Все, фишка его. Открывается правильно, ребята. У нас маленькие прихожие. Нам очень важно, у нас же мы тот рынок, на котором 90% диванов, они раскладываются, потому что у нас он днем диван, а вечером кровать. В Европе такого нету, ну и в Америке. То есть там очень, может быть, 10% рынка это раскладывающийся. У нас там 90%. То же самое с пуфиками. Вот эта фишка с функцией хранения, она важна, потому что мы стараемся использовать эффективно каждое пространство. Это вот тот пример, когда российская компания, там мы в принципе большая, но тем не менее, может успешно конкурировать с глобальными корпорациями, делая быстро продукт, который удобен и адаптирован для российского рынка. Очень важно, когда у вас команда единомышленника. Вот мой пример, мы стартовали, когда у нас с самого начала был костяк, была команда, эти люди были с нами, они с нами на протяжении этих 10 лет, и нам время показало, что нам гораздо важнее, не какие-то компетенции были на начальном этапе, мы сами ничего в мебели не понимали, но, допустим, даже когда мы брали каких-то специалистов, типа, которые знали хорошо мебель, но не приживались они в нашей системе, если они не были единомышленниками. Поэтому на первом месте это общность некий интересов, это то, что вы мыслите одинаково. Ну и последний, наверное, от меня совет, это фотография сделана на Северном полюсе. Вообще, Северный полюс, это такое уникальное место, когда вы там стоите, то куда бы вы ни посмотрели, вы всегда будете смотреть на юг. Понимаете, да? Вот такая точка, вот ты стоишь на нем, вот смотришь, и все время на юг, потому что вот так вот устроено. И эти мероприятия мне очень нравятся, потому что мы после этих мероприятий тоже начинаем, давайте поаплодируем организаторам, потому что мы после таких мероприятий тоже начинаем смотреть в одну сторону. Но мой совет не про то, что надо съездить на Северный полюс. Мой совет про другое. Очень важно, найдите то дело, которое вы действительно по-настоящему любите, потому что нет никакого конкурентного преимущества, кроме того, когда вы чем-то вдохновлены, и это дело является частью вашей жизни. Спасибо. Дмитрий Левухин, я недавно вам задавал один вопрос, сейчас другой будет. Вот вы МВидео продали, там вывели на IPO за 1,3 ерда. После вас никто не смог повторить, многие пытались, там Эльдорадо, Ультра Электроникс, там Sunrise, Юлморт. Вот, понятно, что может быть время, может быть еще что-то. Вот именно с точки зрения менеджмента, что вы сделали вот так классно, что до сих пор не смогли повторить за вами, потому что многим же IPO, несмотря на то, что ICO появились, и так далее, но IPO до сих пор актуально. Вот, этот инструмент, вот что классного вы сделали, если это не секрет, конечно. Мы очень правильно масштабировались, то есть у нас была задача такая, масштабироваться, но при этом сохранять эффективность. И так получилось, что на рубеже 2007 года, мы вот за эти 6 лет, у нас было 200 миллионов долларов, оборот, мы тогда в долларах мыслили, потом в 2007 году стал 2 миллиарда, оборот, правда, курс тогда был 24. Наверное, вот такой ключ, что правильный такой баланс между возможностями роста и нашими возможностями роста, чтобы не терять эффективность. Второе, это тоже очень важно, это был тот случай, когда честность по отношению к клиентам. Такой сильный бренд, где люди хотят покупать, которые эффективны, масштабируются, и для инвесторов мы выглядели просто в тот момент очень привлекательно. И это был третий, наверное, последний аргумент, для чего вообще IPO, чтобы получить справедливую оценку, чтобы компания вышла на какой-то другой уровень и стала публичной. Надеюсь, я ответил. Михаил, меня зовут Анна Липатова, и у меня не вопрос, у меня благодарность. Я в вашей компании росла с 11 по 13 год, работая, придя в Кику и пройдя, спасибо, пройдя ребрендинг, открывая Бутакова, и я работала в команде HR под руководством Татьяны Коневой. Мне очень приятно видеть вас, и мне очень, знаете, очень здорово, что отвечать людям на какие-то такие вопросы или разговоры о том, что в России нет хороших компаний, хороших работодателей, я всегда могу сказать, что есть, и мне всегда очень приятно говорить, что это хофф. Мое сердце, как сотрудника, который уже давно не работает в корпоративных компаниях принадлежит вам. Спасибо вам большое за то, что вы есть. Подпишитесь на канал, поставьте лайк этому видео и комментируйте, что бы вы хотели узнать еще. Сережа, Дима, давайте поблагодарим Михаила за то, что нашел время и приехал действительно с интересным выступлением, потому что мы видим, во-первых, развитие человека сквозь временную призму. Спасибо большое. Было очень приятно с вами провести время и провзаимодействие. Спасибо. Мне хотелось бы отметить, что таких людей у нас в России очень мало, и по-настоящему Михаил Кучмент это некое национальное достояние и гордость России. Нет, серьезно. То есть человек практически доллар и миллиардер, сделал себя сам, без ни на конечных ресурсах, ни на чем, а на очень чисто, светлой компании. Я считаю, это очень круто.